Герой Вагнер, Россия своих не бросает, солдаты-срочники хотят на фронт. Друзья, всем привет, меня зовут Вика и добро пожаловать в мой мир. Пока в Россию антициклон несет аномальные холода, депутаты-единороссы несут в ленты соцсетей свои жаркие фотографии из жарких стран. Большой палец вверх, лучезарная улыбка и пламенный привет из Дубая. Это пост ВКонтакте вологодского депутата-единоросса Дениса Долженко. Вопросительные комментарии подписчиков о том, почему праздники народные избрания проводят на чужбине и на широкую ногу, единоросс отвечает, что дали от цитата «Каникулы у всех одинаковые, а как проводить личное дело каждого?» Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак этот пост не лайкнул, даже не репостнул, а принял решение об изъятии у Долженко партбилета и исключения из партии. Ручак пояснил, тем, кто утратил связь с реальностью, на смену придут такие, как наши ребята на фронте, или такие, как те, кто помогают в тылу. Но для Долженко есть небольшой лайфхак. Своё оправдание единоросс может уточнить, что отдыхал в Дубае, но всё-таки на русской земле. Здрасте, здрасте, люди добрые. Приехал в Дубае, привёз русской земли. Русская земелька теперь здесь. Приезжайте, гуляйте. Теперь здесь русская земля. В возбужденном мозгу Александра Емельяненко или человека похожего на него, Россия расширилась на юг и теперь это русская земля. Дубайская народная республика или сокращенно ДНР. Вот так, мол, от возмездия Турчака наказал всех виновных. А вот про дочь Шойгу, которая также провела праздники в Дубае, в списке фигурантов вообще не числится. Кубанский чиновник на двух вертолётов вывез семью на праздники в Красную Поляну. Видео авиапрогулки попало в местные паблики и вызвало волну возмущений у жителей. После скандала глава Кавказского региона Единоросс Виталий Ачкаласов прокомментировал свой отдых на широкую ногу. Он заявил, что понимает возможное раздражение, которое могла вызвать видеозапись, но подчеркнул, что отдыхал с семьёй хотя бы в пределах России. Также Единоросс извинился перед теми, у кого произошедшее могло вызвать неприятные впечатления. Из бэкграунда семьи депутатов в 2013 году Ачкаласов-младший был участником резонансного ДТП. Будучи за рулём автомобиля Порше Пономера, он выехал навстречку и врезался в автомобиль, водитель и пассажир которого погибли на месте. Сына чиновника допросили в качестве свидетеля, а через полгода дело закрыли. Обвинение в ходе расследования никому из участников ДТП не предъявлялось, объяснялось тогда в полиции. А это новогоднее поздравление из Мексики от курского депутата Максима Васильева и его жены депутата горсобрания. Такое поздравление секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак тоже не оценил. И в своем телеграм-канале призвал коллег сложить депутатские полномочия. В качестве стимула для принятия данного решения предложил на выбор кувалду Вагнера, пинок Старовойта или осознание своей ничтожности. Сам же депутат, любитель мексиканской текилы, так и двойного пива, в свое оправдание пояснил, что данное видео было сделано лишь для личного использования. А кадры в сеть слил злоумышленник, украинские знакомые пары. Ну что ж, бон аппетит и мучу с грацией за поздравления. Слово о скандалах, в 2015 году Васильев попал под домашний арест за взятку в 170 тысяч рублей. Правда, потом дело диаметрально поменялось. Следствие решило, что это не депутат помогал взятку, а его провоцировали на то, чтобы он взял деньги. Васильева освободили, зато задержали полицейских. Слово о взятках, Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Понятно, что в России коррупции не было и не будет, но все-таки, что это означает для России и кто теперь будет бороться с коррупцией в стране? Россия одной из первых стран подписала антикоррупционные конвенции в 1999 году еще при Борисе Ельцине. В сегодняшний день она единственная из 48 стран, вышедшая из них. Конвенция, действие которой в России планируется прекратить, предусматывает, что страны-участницы соглашаются бороться с коррупцией, а также привлекают причастным к этим преступлениям к ответственности. Для этого страны должны координировать работу с властями других государств. Как пояснили в МИД в декабре 2022 года, решение покинуть Грека и выйти из конвенции было принято России на фоне дискриминации страны внутри организации. Россию лишили права голоса и права обсуждать доклады стран-участниц. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков успокоил граждан, напомню, что в России работают системы по борьбе с коррупцией. И хотя на сегодняшний день искоренить ни стране, ни в мире ее не удалось, работа ведется. 31 декабря президент вручил медаль за отвагу штурмовику ЧВК Вагнер Айку Гаспаряну, осужденного за вооруженное ограбление. В 2019 году совместно с товарищем он напал на москвича с целью похитить 300 тысяч рублей. Такая вот головокружительная карьера. Еще вчера ты за заключенные, а сегодня вроде как оправданно тебя лично благодарит президент за отвагу. Казалось бы это какой-то сюр, но это герои, которых мы заслужили. Герои, которые не носят плащей, а играют в оркестре Вагнер. Грузовик с наградами перевернулся также на улице Марии Бутиной. Патриарх Кирилл наградил ее и назвал живым героем. Она в застенках находилась во враждебной стране. Для того, чтобы спасти себя, нужно было малое, предать родину. А она не предала. Американские службы задержали Бутину летом 2018 года. На вопрос адвоката, почему за тебя ступился президент России, и если тут какой-то тайный смысл, она ответила, что не знает. Но, наверное, достаточно российского паспорта, потому что Россия своих не бросает. В Омске пенсионерка погибла в своем доме из-за обрушения печи, которое она отапливала дом. Это произошло в миллионном городе, в центре нефтегазовой промышленности, где в то же время тысячи домов все еще топятся дровами и углем. А это не глухая деревня, а подмосковный Чехов, село Новый Бут. Авария в электросетях произошла еще утром 6 января. С этого момента люди, чьи дома не подключены к центральной системе, погрузились в холод и мрак. В жилых помещениях температура минус 10. Семьи с детьми вынуждены искать спасения у родственников и друзей. Наверное, аварийные службы считают, что у нас должны греть все мысли о замерзающей Европе. Владимир Соловьев призвал разрешить срочникам воевать. Ну, сколько ребят, которые сейчас проходят срочную службу, говорят, ну, слушайте, ну, дайте повоевать. Ну, мы полгода нас готовят. Мы можем, знаем, умеем. Наши отцы там. Пустите нас туда. Вот, ну, надо как-то этот вопрос решить. Ну, тех, которые хотят, которые могут. Ну, там, влечить для них условия подписания контракта. Ну, может, не прав, но, мне кажется, в Думе имеет смысл, да, как-то поговорить с Министерством обороны, выработать общую позицию. Я думаю, Минобороны будут только за. Помощник Адырева заявил, что волна мобилизации должна быть еще вчера. Волна мобилизации, я считаю, она должна быть еще вчера. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно к тому, что если уж развернутся такие события, что мы все должны встать в один строй. То есть нам не надо озираться, думая, что мы скажем что-то страшное. Это Третья мировая война, и мы должны быть к этому готовы. Не думаю, что эта фраза была сказана Соловьевым случайно, здесь и сейчас, в моменте, без согласования с кем-либо. В общем, все это тревожный звоночек. Он воевал за Россию в афганской войне в составе девятой роты, однако это только по сценарию фильма. В реальной жизни Артур Смоленинов, далее цитата, воевал бы за украинскую сторону. Не исключая для себя возможности пойти воевать за Украину. Безусловно. Справедлива ли эта смерть? Безусловно. Стрелял бы я в него без всякого сомнения. Безо всякого сомнения. Сначала мы решим все на поле боя. Плотное кольцо хейта сжимается все сильнее вокруг актера из-за ее антивоенной позиции. Артур, я посмотрел твое интервью и вот что хочу тебе сказать. У тебя многомиллионная аудитория, Артур. И они тебе верят, а ты их обманываешь. Артур, не делай этого. По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь, Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет. Смоленинов выступает против спецоперации и в октябре 22-го года уехал из России. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смоленинова и даже пресс-секретарь президента прокомментировал данную ситуацию. Так прокомментировал интервью зампредсовета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Мразь. Просто мразь. Мое мнение, так сказать, вот такое. Первое, мразь. Второе, человек точно наговорил себе, так сказать, на срок и без всякого в соответствии с нашим законодательством, без вопросов. Навсегда таким людям закрыть возможности любого заработка. Хочет поддерживать нацистов, пусть у них на зарплату там садится. Ну, апогей этой истории, это предложение Госдумы помечать актеров-предателей в фильмах специальной плашкой. Воробей, Джек Кондель, Лютый, Стас, Ряба. Теперь с помощью такой черной метки сразу будет понятно, кто из них предатель. Таким был мой мир сегодня. Увидимся.